Здравствуйте дорогие телезрители и конечно мои подписчики на канале youtube ну пришло это наконец-то золотое время дома встать негде все окна заняты и уже скоро спать будет негде кругом рассада горшочки горшки контейнеры и так далее сегодня речь пойдет о лилиях что делать если они уже в холодильнике проросли вот такими отростками ну вы видите что далее находится в контейнерах причем очень даже не маленьких контейнера и не по одной штучке а по 5 а я хочу вам показать как почему они туда попали то они туда попадали ну как бы самого скажем конца февраля покупая лилии вы все понимаете что в каком бы холодильнике их не хранили у них все равно начинается появляться проростки то есть это цветоносы в чистом виде и корни у них замечательные ну что с ними делать конечно можно дальше хранить пакете в холодильнике но вот эти вот цветоносы еще подрастут вот столько а потом будут лежать так они встанут прямо в холодильнике будут лежать кверх ногами они вообще крючком станут и вы их потом не исправить и вот если у вас цветоносик стал уже вот такой это вот хороший нормально еще но если уже вот опять как две фаланги пальца то пришла пора их куда-то посадить до высадки в сад но это конечно своего рода выгонка но в этом нет ничего страшного я просто хочу показать вам сегодня что не надо вот в такие горшочки высаживать вы все испортите и погубите свою луковицу ее потеряете но не надо конечно и ведро одну линию лилию высаживать это тоже неправильно вот посмотрите это горшок роза двухлитровый совершенно нормальная либо вот этот этот немножко больше 2 и 7 по моему но сюда то 5 вошло а вот сюда то тоже можно запихать внутри то 100 процентов обратите внимание на каком уровне там находится почва если уже показать снаружи то это будет вот так вот столько почвы причем она кулачком подбитая чтобы из дырок не вываливалась пролитая влагой очень хорошо а а потом нужно брать вот эти луковички да вот смотрите вот чтобы луковица правильно росла есть один фокус фокус сейчас я передвину чтобы вам было видно вы когда ее на землю сюда в горшок поставите расправьте корешки вот так вот вот положите их вот так да а потом возьмите и подкрутите слегка ее по часовой стрелке чтобы они все загнулись вот и двигались по часовой стрелке вслед за ней зачем потому что в природе растение растет именно так и если вы потом будете высаживать из горшка а можете с горшком посадить у кого крысы подземные посмотрите состояние ее корней они все у всех там пяти трех сколько это будет они все будут завиты по часовой стрелке поэтому и в горшок но это как бы присадочные да это же временное жилище у всех у меня то нет у меня это постоянно вы должны также поставить ее на землю и подкрутить ей корни но мне очень неудобно показывать конечно как бы неловко я бы сказала но тем не менее вы должны об этом помнить вот здесь их три три красотки но отростки уже более чем хотелось бы конечно можно еще снять пару чешуек отсюда для чешуевания чешуйки можно снимать не только весной но и осенью если вы по какой-то причине пересаживаете алили с места на место поэтому и осенью чешуйки увезите с собой и совершенно спокойно без дозрения совести все сделайте в пакетике как я сказала и ничего страшного не у вас всю зиму подрастут весной высадите смотрите корни чудесные вот новые корни начали расти беленькие обратите внимание вы должны конечно то что отвалилась то что коричневого гнилого цвета убрать это все может начать гнить и там вот видите вот это туда не нужно а так в общем то здесь все хорошо и можете прям на ладошке и его так вот подкрутить и потом уже этим гнездышком посадить на свободное место потом вы засыпаете сверху почвой когда у вас скроются расточки под почвой но я наклоню чтобы вам было видно вы засыпаете столько чтобы они были закрыты полейте еще раз а вот сверху уже до почти края горшка засыпьте просто сухой почвой луковицы от того что около них будет влажная почва они наберут тургор то есть напитаются влагой и станут крепкими такими но не надо заливать так чтобы и здесь было болото достаточно того что здесь почва влажная и вот до сих пор она будет влажной этого достаточно ростки будут выходить уже не во влачной не во влажной почве чем сегодня такое словами не получаются и тогда растение не будет страдать этими пятнышками которые на листьях появляются чего вы не делаете как надо ну пожалуйста один раз как следует как положено и все у вас будет замечательно ну вот тема как бы кончилась вот эту почву в пакете которая вот здесь осталась конечно можно высыпать туда никакого вреда она им не принесет тем более что то торт и он скорее всего не кислый что лилием в данном случае и надо тоже туда все ну теперь осталось написать до название лилии приклеить этот ценник который наклеен самоклейки и совершенно спокойно отправить бы на прохладный балкон уже прям на солнце побеги еще не показать я слышу кто-то спросил какой молодец а почему так глубоко да почему так глубоко сидят луковицы и в этих горшках они сидят вот здесь вот а вы не забыли что у лилии есть под луковичные корни вот они а вот на этом стебелечке это цветонос когда он вырастет вот такой примерно сантиметров 15 до вот одна луковица до вот этого места где 15 сантиметров вот здесь появится над луковичные корни и среди них появится луковицы замещения то есть те дочки луковички которые потом и превратят нашу одинокую лилию в огромный цветущий куст запомнили посадка лилии всегда на глубину литровой банки не забудьте в пересаживая в сад удобреница минерального полного комплексного цветочного да помните ну вот и молодцы ну на этом пока и до свидания